Всех приветствую из горного воздуха. Именно так называется этот район поселка Лоооо. Там фикс прайс снизу просто. Много всяких разных красивых домиков. Даже вижу там где-то на горизонте Азимут. Большая-большая остановочка горный воздух. Не остановочка торговый, что-то маленький торговый центр. Восточные сладости. Красная, белая, магниты, пятерочки. Все здесь есть. А мы сейчас пойдем по самой, наверное, главной улице, ведущей к морю. Я, честно говоря, не знаю, как она называется. Та декабристого. Какая вот эта улица, я не знаю. Но даже в зимний период здесь работают магазинчики. Можно купить сыры, лавровый лист, мед. Все есть. Даже конина. Канина, мандаринчики. Абхазские мандарины, пожалуйста, здесь можете приобрести. Здесь просто работает не так далеко. Аква Лоо. Круглогодично работает причем. Поэтому людей здесь всегда побольше. Вон, смотрите, какая прелесть. Из Абхазии. Самые настоящие. Вкусные и сладкие. С любовью из Абхазии. Все свежак. Все тут близко растет. Так что приходите, кто здесь. Имейте ввиду, на этой улочке можно затариться вкусняшками. В Лазовской тоже, ну как, в магазинах вы в любом случае купите. Ну, допустим, в магните. Сейчас я обратил внимание, там какие-то непонятные происхождения мандарины. Вон, магазин Южный Колорит. Что-то подобное. Ой, чуть не намахнулся. Я вам как-то показывал. Продажа квартиры застройщиков. Это что, здесь уже, что ли, строят что-то? Не знаю. Ну, ладно. Пойдемте посмотрим. Нифига себе там какая фигня. Вы обратите внимание на противоположную сторону. Там какой вот... Композиция непонятная. Ну, мост сломался. Вы уже видите и так. Он даже здесь не выдержал. Рухнул. А там как будто бы какие-то скалы непонятные. Прям вообще-вообще интересно, как на ту сторону перебраться. Тут можно вообще или нет? Люди там стоят и не знают, как добраться. Я тоже не знаю, как на ту сторону. Там, вижу, тоже что-то поразлетелось. Итак, ребят, пляж Горный Воздух с разобранным мостиком. Он просто упал. Его, походу, снесло даже. Вот он здесь, наверное, был где-то изначально. А потом его прям просто унесло. Там, на противоположной стороне, разобрало все кафешки. Интересно мне туда добраться. Не знаю, смогу ли я это сделать. А здесь просто течет река. Такая вот река. Со своими берегами песчаными. Пляж здесь достаточно просторный. Широкий, просторный. Летом, мне кажется, заходил сюда. Но ветер сильный. Там он дальше, Аквалао. Здесь, видно, разгребали следы строительной техники. Многие из санатория прям пешочком вдоль моря топают вот в эти края. Я писал как-то, не то чтобы писал статью, как-то громко скажу, но, в общем, рассказывал вам про то, что... То ли продавали, я уже забыл. В общем, что-то там не то случилось с этим санаторием. Его вроде как собирались распродать. Распродавать. Не знаю точно, что его судьба мне на сей момент неизвестна. Да, речка такая, как бы... Даже будучи в сапогах, я сейчас не рискну ее форсировать. Вот там вот дальше мы были с вами, на пляже санатория Магадан. Пойдемте, будем искать ходы-выходы. Я так думаю, там наверняка где-то есть переход. Судя по всему, пляж закопало хорошо. Вот, если посмотреть на вот эти белые стены, здесь и, посмотрите, вот там. Практически под завязочку, под горлышко прям. В той части все засыпано морским песком. Собак кайфует. Куда так ребенка отпускает девушка, а? Там же намахнуться. Вообще не тяжело. Можно упасть. И как бы будет обидно. И очень мокро. Так. О, еще одна ласточка. Курский соловей мне говорил, не рекламировать их. Но я не рекламирую, честное слово. Мне что-то... В чем мне их-то рекламировать? Я просто показываю. Видно, что кто-то пытался с того берега добраться, а на этот, по этому мостику. Вон, смотрите, я не знаю, видно вам или нет, трубы сорвало прям просто. Ну, с той стороны-то проще. Отсюда туда залазить наверх не очень комфортно. Тут два варианта. Либо вдоль железки идти. Либо там где-то искать проход. И что-то пока я не вижу. Там дельфинарий. Я в ту степь как бы не ходил никогда. Кто-то что-то хочет приобрести. Даже летние тапочки еще есть. Правда, нет, там заборчик, там не пройти. Наверное, не получится у меня туда забраться. Чучхела. Мед с орешками. Все тут продается. Как видите, людей, наверное, больше, чем даже в Лазаревской. Гуляет народ. Преправы орешки покупают, кофе пьет. Туда когда-то я ходил, он там тупик. Здесь тоже тупик. В общем, куда ни иди, направо пойдешь, в тупик попадешь. Налево пойдешь, в тупик попадешь. Поэтому выйду туда, в сторону магнита. Очень вкусно пахнет всякими специями. Морозники вон, цветочки. Пойду искать обход. Дальше, как я уже говорил, я не поеду в сторону Дагомыса, потому что не хочу искать. Где этот обвал, да и что там интересного смотреть. Как люди разгребают. Ну, отправлюсь в том направлении. Как-то помнится, давным-давно меня просили съездить вот туда, куда завернул пикапчик. Я уже не помню, как он там называется. Так, нижняя Учдаря, точно. Там верхняя и чайные домики, а это нижняя Учдаря. И вот я оттуда, вот где-то стоял там машину, ходил пешком к морю. Мимо домов. Как раз мы окажемся в районе того пляжа. С кафешками. Мамино. Столовая шашлычная играет музыка. И вас ждут. Пан-стакан. Нарисовано, правда, явно не стакан. Больше какой-то фужер, рыбарюнка. Аура, интересное строение, четырехзвездочное. Стильные номера, бар, зона отдыха, спа. Речка своя. Мы ее только что встречали. А мы идем к морю. Действующий выезд декабриста в улице. Вот, кажется, я один раз туда заперся. Думал, что я выйду прямо к морю. А нет. Там частное домовладение. Где-то здесь был проход. Продажа собственная. Много всяких интересных, красивых строений. Но жизнь сюда тоже приходит, вот в эту часть. Ближе к лету. Тут, видимо, киоск стоял. Сгнил. Нафиг. Если не ошибаюсь, где-то здесь и есть проход к морю. Пойдемте мимо этих оливят-тигрят. Дворик такой. В тиграх и орлах. Хозяева заботятся. По внешнем виде. Ну, и красоте. А здесь, наоборот, старенький домик такой заброшенный-заброшенный. Давно я здесь не был. Но вот та тропинка, мне кажется, выведет меня не только к мимозе, но и к железнодорожному полотну. Перейдя через которое, мы окажемся на пляже. Смотрите, какие уютненькие дворики. Тоже сдается жилье. Я частенько на них обращал внимание, на некоторые. Вот на вот этот точно. Сниму гостей от суток. А, принимаем. Господи, что же я, кого-то кто-то снимает. Такая. Когда на электричке едешь, обращаешь внимание, хочешь не хочешь. Территория с зоной отдыха. И вышел через дорожку, перешел, вот ты уже на море. Маленький, симпатичненький, уютненький, зелененький домик. Красивенький. Тут много таких вот. В таком плане. Выполненных. Очень красиво. Тут можно что-то делать. Бабочка полетела, видели? Красота. Февральская бабочка. А здесь вот кто-то накидал, опять же, мусора. Итак, друзья, там Лао, там Сочи. Поездов не наблюдаю. Пойдем посмотрим, что здесь на пляже горный воздух натворил. Шторм. Вероятнее всего, это еще был шторм века. Я просто здесь не был с тех времен давным-давно. Мы были с той стороны речки. Сейчас подойдем к ней опять же туда и, случайно, солнце пойдем обратно. Осматривая не то чтобы достопримечательности, но а все вокруг. Чайки, вы где? Тут, блин, хлеб валяется немерено. Ветерок дует. Дует, дует. Аккумулятор разряжается. Собака такой, ты мне еще нужен. Мне еще обратно ехать. Мы еще только в Лао. Я еще хочу в Яконо где-нибудь остановиться. Вот, да, но я, может быть, заскочить. Вот вам широченный пляж в Лао. Кто просил? Вот отсюда, можно сказать, от Аквалао и вплоть до Эллингов. Нормальный, широкий, просторный пляж в Лао. Места хватит всем, еще и останется. Итак, далее я вижу здание горного воздуха, вот это желтое, прямо на берегу моря. Тоже нам никак не должны быть вопросы по удаленности от моря. Какие тут 100 метров нету вообще? Но, тем не менее, здесь его построили. Замечательные такие, серьезные дома, я скажу вам, на склонах гор. Некоторые прям каскадом, прям красивейшие. Но явно, что... О, там где-то какой-то, знаете, что-то типа картины нарисовано с торца дома. Я просто не знаю, как к нему добраться, но... Вижу что-то тут, то ли гора, то ли бог узнает. Ну, мысль видна, большая арка, но передать я ее вам не смогу. Тонкости не вижу. Дома очень красивые. Ясно, что их строили еще до введения новых законодательств. Сейчас там 300 квадратов максимум и все. Больше нельзя. Все, ладно, речку посмотрели. Мостик посмотрели с этой стороны. Пойдемте, покажу вам, что тут натворил шторм. Я, опять же, предполагаю, что это был шторм века. Этот шторм немножечко, может, пошалил, но... Вряд ли сюда добивал. Видно, что доски уже сложили. Профнастил сложили. А этот гипсокартон, или что это, вряд ли сложишь. Кто-то тут пил молочко. И еще какой-то непонятный напиток. Если посмотрите старые мои ролики, или, может быть, у кого-то там другие где-то смотрел, то помните, что здесь были такие беседки, терраски, кафешки и зеленый попугай. Нет, туалет был. Туалет, видимо, остался. Вот в женских кто-то ломился. Какие-то непонятные бетонные струковины, точнее, понятные, что они пытаются сдержать трубу. Но, я думаю, теоретически море тоже может подвинуть при желании. Крыши! Уехали навсегда, ваша крыша. Посносила ветром, судя по всему. Частично тут что-то подлежит восстановлению, что-то не подлежит. Ну, даже стиральную машинку оставили. Я не знаю, что такие отважные. Хотя бы ее спрятали, замуровали от чего-то. У нас же найдется, наверняка, какой-нибудь человек, которому она понадобится. Ну, вот видите, крыша намахнулась. Видите, сегодня здесь была кафешка. Опоры не выдержали. Но сам пляж достаточно широкий и просторный. Конечно, к сезону все восстановят. Даже не парьтесь по этому поводу. Все кафешки сделают, восстановят, пляж уберут. Но это будет позже, ближе к сезончику. Крыши перестанут тарахтеть. Все заделают. И пипси-колу тоже и тебя вылечат. Ну, вот такое состояние пляжа на сей момент. Наверное, как и везде на побережье. Какие-то добрые люди сделали из вот этих баллоновых из-под пива мусорки. Хоть, чтобы хотя бы сконцентрировано было в одном месте. А то везде бросают некрасиво. На этом, друзья, думаю, что моя прогулка по Лоу заканчивается. Так как мимоза здесь пока еще не цветет. А вот наша лазерская все-таки... Нет, цветет-то наверху что-то есть. Что-то есть. Вот. начинает Санта-Барбара. Все только начинается. Саженцы. Лимон, лавр, корни роз, фейхуа, инжир. Вот, пожалуйста. Здесь люди занимаются разведением красоты. Это вы все уже видели. но думаю прикольно посмотреть такой вот дворик. Небольшой. Сколько там комнаток я вам не скажу уже и не помню. Ну, гостей принимают отсуток. Но если вы не отсуток пришли, то вас могут не принять. Шучу. Что, друзья? Всем говорю до свидания. Всем до новых встреч. Разболтался аккумулятор-то надо экономить. Нас ждет еще бардане и якорная щель.